биткоин откорректировался от локального хая уже на 6.8 процента упав с 24 200 до 22 600 локальная ли это коррекция или же это был отскок дохлой кошки и мы летим камнем вниз давайте обсудим это в сегодняшнем видео если вам нравится контент не забудьте поставить лайк подписаться на наш канал нажать на колокольчик и мы начинаем погнали всем приветушки вы на канале крипто commons разберемся по-быстрому что происходит на крипто рынке и не только bitcoin у нас вернулся с вами на пока еще можно сказать что на ретест вот этого сопротивления который мы долго не могли пробить да мы находились в этом боковике с середины июня больше месяца мы здесь провели вот у нас было не дошли тест ретест пробой и сейчас по законам тех анализа мы должны удержать его как поддержку может быть с небольшим сквизом до сетки my ribbon нижняя граница который нас на 21 800 и потом дальше начать тузамунить вот поэтому сейчас как всегда ребята решается судьба битка прямо на наших глазах но что могло повлиять на вот этот вот краткосрочный слив конечно же новости друзья тесла отчиталась о том что продала 75 процентов своих биткоинов насколько вы знаете наверное иван маск и тесла покупали битки причем что самое смешное что покупали них гораздо дороже и сейчас им пришлось слить 75 процентов биткоинов что принесло им девятьсот тридцать шесть миллионов долларов ребята почти миллиард долларов вот но и он сказал что им типа надо обязательно это было сделать что у них закончился кэш и нужна ликвидность и так далее и бла 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 но на самом деле что примечательно так это то как я уже сказал что они продали получается себе в убыток как настоящие хомяки потому что покупали они битки дороже но типа и он сказал что он все равно верит в биток просто сейчас это временная мера и он потом типа назад все откупит разумеется они продавали эти битки не на бирже а на otc рынке и понятное дело что раз они продали и понятное дело что раз они кому-то продали значит кто-то купил ведь на самом деле очень большой интерес сейчас есть к биткоину по таким ценам вы наверное понимаете да и потом мы не знаем может быть они просто решили списать битки со счетов своей компании и продали их сами себе грубо говоря как физлицу какому-то аффилированному так что тут остается только гадать но ребят слушайте я бы не стал верить этому проходимцу потому что он однажды уже твитил о том что акции тесла слишком дорогие и знаете когда это было сейчас я вам покажу на графике смотрите это был твит от 1 мая двадцатого года и он твитнул что акции тесла слишком дорогие и мхо посмотрим на график что там было и внимание ребята это было прямо вот в этой точке я прекрасно помню этот вид этот момент посмотрите если мы приблизимся сюда то здесь вырисовывалась двойная вершина все говорили что все тесла уже отстрелялась и да в моменте его этот твит конечно же сказался на рынке и повлек за собой коррекцию посмотрите акции тесла упали на 20 процентов но после этого что началось супер мега to the moon ребята со 150 долларов на 1200 нормально так почти 10 иксов вы дали акции тесла поэтому ребята нужно уметь читать новости между строк кстати говоря на недельном таймфрейме акции тесла выглядят не очень круто потому что сетка my ribbon впервые за долгое время разворачиваются в медвежью сторону и если сейчас мы на этом отскоке от нее отвалимся и пойдем вниз то я думаю что акции тесла уйдут медвежий рынок как в принципе вся фонда но по биткойну то ребята по биткойну то совсем другая история кстати говоря напоминаю вам что у нас на втором канале где мы делаем переводы видосов с английского crypto commons 2.0 у нас выходил видос про илона маска является ли он сатоши накамото перевод видоса чико крипто сейчас он появится у вас вот здесь сверху обязательно посмотрите потому что видос бомбический и есть много свидетельств тому что илона действительно мог быть создателем биткоина и позже сегодня на нашем втором канале выйдет видео второе видео из этой трилогии от чико крипто расследование кто же является сатоши накамото это будет видео о том что сергей назаров создатель чейнлинг тоже вполне себе может являться сатоши накамотой поэтому обязательно подпишитесь на наш второй канал crypto commons 2.0 если вы вдруг на него по какой-то странной причине еще не подписаны там очень много крутейших видосов выкладывается практически каждый день итак ну что же по биткоину спросите вы я вам отвечу посмотрите внимательно отбросив весь этот фат и все эти новости которые на хаях нам всегда говорят залетай а на лаях продавай у нас с вами хочу просто напомнить вам что загорелся индикатор пи сайкл батон загорелся он как раз вот на этом месте которая совпала 78 глобальной фибой от корона дампа до максимального хая и также совпала с дескроссом с пересечением двух очень важных статистически скользящих средних двадцатый и сотый на недельном таймфрейме я уже много раз вам говорил но повторюсь если кто-то смотрит впервые у нас такие пересечения каждый раз за всю историю биткоина случались как раз в районе абсолютного дна медвежьего рынка как вы можете видеть из графика если мы включим обратно писатель ботом он тоже сигнализировал все три раза именно там то есть сейчас статистически у нас с вами лучшая точка входа в лонг и судя по тому что все пишут новостях и также блогеры которые кошмарит и говорят что это отскок дохлой кошки похоже что действительно это так ребята вот но напоминаю вам также что мы прямо сейчас уперлись в 200 мувинг в 200 недельную скользящую среднюю и первый раз за всю историю биткоина мы ее пробили закрепились ниже и сейчас ретестим ее как сопротивление поэтому если вдруг мы увидим что-то вот такое то конечно же возможно ребята все еще возможно что биткоин уйдет в настоящий медвежий рынок которого мы еще никогда не видели за всю его историю потому что еще раз говорю мы всегда отскакивали от этого мувинга как от ультимативной поддержки во всех циклах вы можете сами посмотреть так что сейчас ребята как никогда решается судьба биткоина и всего крипто рынка индекс доллара у нас пампит наверх золото корректируется и кстати лежит сейчас на очень ключевом я бы сказал уровне поддержки за последние пару лет поэтому будем смотреть как она себя поведет потому что в глобальной картине золото конечно смотрится очень побыча сейчас как вы можете видеть у нас тут гигантская чашка с ручкой и мы вот-вот переписываем all-time high прошлые разы когда мы переписывали all-time high ребята вы видите сами что было по золоту так что как говорится дисклеймер не финансовый совет но судя по тому что происходит в мире как раз сейчас самая тема это диверсифицироваться как раз в золото и в биток дорогие друзья кстати говоря желтая точка на месячном сайфере в девяносто девятом году перед крахом доткомов отсигналила абсолютно точное дно по золоту как вы можете видеть сами прекрасно из графика и если вы подписаны к нам в телеграм-канал и в твиттер то вы наверное видели пост который буквально только что был сделан посмотрите на это видео ребята танки в китае защищают банки видите как рифмуются даже стихами китайские танки защищают банки а знаете почему потому что банк of china филиал хеннон заявил что сбережения людей теперь являются инвестиционными продуктами и не могут быть выведены представляете какая дичь люди не могут вывести свои деньги клиенты банка и помните что не твои ключи не твои деньги как говорил андреас антонополос и как гласит правило биткоина и биткоин исправляет это ребята только в биткоин вам не нужна третья сторона в виде банков в виде институтов кастодиальных сервисов и так далее только вы сами храните свои ключи не на бирже естественно если вы храните биткоины на бирже это считая не ваши биткоины только вы храните сами свои ключи если вы храните биткоины правильно на холодном кошельке и только вам решать как ими распоряжаться Поэтому, ребята, вернемся к тому, с чего мы начали это видео. Биткоин сейчас тестирует критически важный уровень предыдущего сопротивления в качестве поддержки. Поэтому приглядывайте за ним. Я склоняюсь все еще к варианту, что мы его удержим и пойдем дальше. Напишите в комментариях, к какому варианту склоняетесь вы. Но помните, что не надо пытаться подстраивать рынок под свои ожидания. Лучше свои ожидания скорректировать по рынку, подстроясь под него. Поэтому вот так. Торгуем, как всегда, на Bybit, на Femex. Все ссылки на биржи в описании. Если вы еще не зарегистрированы на этих замечательных биржах, можете сделать это прямо сейчас. Я свою прибыль забрал. Немного спекулятивно снова залетел на отскок. Сейчас буду смотреть по ситуации. Закрывать, не закрывать. Но в целом Dash, Litecoin, Bitcoin Cash, я думаю, что смысла еще нет закрывать. Потому что они находятся просто на суперперепроданных значениях. Да и биток с эфиром, я тоже думаю, что еще закроют все вот это падение. И мы увидим хорошенький-хорошенький рост. По Dash вообще, вот меня просили прокомментировать. У них на четвертый квартал этого года запланирован выход Mainnet. Это очень бычья новость для Dash. Поэтому я думаю, что имеет смысл держать глобальные лонг-позиции. По нему аккумулировать на спот. И аккуратненько, конечно, спекулировать на фьючах. Ну а у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Все ссылки в описании. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, к нам в телегу. Обязательно подписывайтесь. На второй канал Crypto Commons тоже. Обязательно подписывайтесь. Посмотрите вечером там видео про Сергея Назарова. И увидимся в следующих видосах или стримах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok